Работы и проекты исследователя цифровых медиа Льва Мановича интересны, на мой взгляд, по двум причинам, помимо большого количества причин, менее значимых, чем те две, о которых я буду говорить. Первое, Лев Манович один из первых исследователей цифровой культуры, который взял на себя труд дать определения ее явлениям, отличные от тех определений, которые давались по отношению к доцифровым аналоговым медиам. Во-вторых, Лев Манович осуществляет проекты, которые, несмотря на свою противоречивость, несмотря на то, что они вызывают большие дискуссии, несмотря на то, что часто эти дискуссии критического характера, Лев Манович пытается не только рассказать об явлениях цифровой культуры, он также пытается выработать новый язык, на котором мы описываем эти явления. Дело в том, что поскольку в основе его концепции лежит идея software takes command, то есть то, что программное обеспечение на сегодняшний день является универсальной логикой, которой подчинены фактически все культурные процессы, и то, что исследовать культурные процессы, не имея в виду вот этой логики, не имеет никакого смысла, соответственно, те методологии, которые мы применяли для анализа культурных явлений в доцифровую эпоху, больше не работают или не вполне работают, то Лев Манович пытается не только показать и рассказать нам, как выглядят и как могут выглядеть формы цифровой культуры, он разрабатывает новую методологию. Причем эта методология часто находится даже за пределами языка. Она часто проявляется в большей степени в том, что он делает, чем в том, что он говорит. И вот мне кажется, что в его работах, так же, как и в работах многих исследователей медиа, которые работали с новыми явлениями медиа у их истоков, постоянно соединяются визуальное и текстовое. То есть он создает визуальные образы, он пишет о них тексты, он создает визуальные образы на основании тех выводов, которые он делает в текстах. И вот эти процессы происходят, если мы проследим динамику его творчества, то в его творчестве эти процессы происходят постоянно и непрерывно. Часто то, что он делает, может показаться очень странным, потому что это действительно совсем нетрадиционно. Это вызывает протест и у гуманитариев, особенно у искусствоведов, просто потому что вопрос, зачем он это делает, достаточно часто встает. Но вот именно то, что речь идет о некотором реформировании языка и попытки показать, как новая логика цифровых медиа работает с визуальным образом, приводит к тому, что обычная методология, которая связана с позитивизмом или неопозитивизмом, не вполне здесь применима. И то, что мы видим в работах и проектах Льва Мановича, это, конечно, язык во восстановлении. Мы не можем сказать, что здесь мы имеем дело с уже готовым продуктом, который можно использовать как образец. У него, скорее, можно включиться, увлечься им. И работа Льва Мановича действительно оказывает очень сильный творческий импульс. Для всех, кто читает его статьи или смотрит на то, что он делает, это источник новых идей в своих собственных работах, даже если эти идеи критические, даже если эти идеи связаны с опровержением того, что говорит сам автор. У Льва Мановича, помимо огромного количества статей и визуальных проектов, есть две основные книги, которые по совершенно непонятной причине не переведены на русский язык. Первая книга – это книга, вышедшая в 2001 году, и называется она «Язык новых медиа» – «The Language of New Media». А вторая книга – «Software Takes Command» вышла в 2013 году. И читатель этих книг может проследить динамику идеи Льва Мановича и может проследить, насколько сильно за эти чуть более 10 лет изменилось его представление о современной культуре, потому что цифровую культуру во многом можно считать синонимом современной культуры. Поэтому я, естественно, считаю, что издание сборника статей Льва Мановича на русском языке, имею в виду, что его статьи и книги переведены на огромное количество языков мира, но фактически не переведены на русский язык. Насколько я знаю, существует всего две короткие статьи в сборнике переведены на русский язык. Конечно, я считаю издание такого сборника крайне своевременным. И в целом, как я уже сказала, для меня это некоторый парадокс, что исследователь, который известен во всем мире, который входит на сегодняшний день в 50 самых известных ученых-гуманитариев и издается даже на редких языках, на русском языке фактически не представлен. Поэтому я всячески поддерживаю инициативу моих коллег по изданию книги трудов Льва Мановича на русском языке.